Шах и мат. Большой спортивный праздник на открытом воздухе прошел в усадьбе Гребнева. Здесь состоялись сразу четыре масштабных турнира. Финалы Кубка губернатора Московской области по шахматам и Кубка Сергея Корякина. Открытый Кубок Сергея Корякина, а также супер турнир подмосковной королевы на прессы Андрея Ковалева собрали более 700 человек. Шахматные партии участников проходили с использованием современных технологий, беспроводных электронных досок. Партии транслировались на больших экранах. Ведущим финальных соревнований стал знаменитый шахматный комментатор, международный гроссмейстер Сергей Шипов. В финале Кубка губернатора сошлись шахматисты, прошедшие отбор в муниципальных этапах. Мастерство продемонстрировали в шести турнирных категориях по взрослым с раздельным зачетом у мальчиков, мужчин и девочек, женщин. Для меня он прошел достаточно хорошо. Я был четвертым стартом, занял второе место. Понравилось то, что все играют на природе, свежий воздух, ну и в принципе все очень классно. Участники черно-белых баталий встретились с известными шахматистами Сергеем Корякиным, Владимиром Поткиным, Игорем Югуповым и другими гроссмейстерами. Главное шахматное событие сезона посетил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и даже сыграл партию с Кириллом Чапилевским, председателем комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Щелково. Во время мероприятия Андрей Ковалев рассказал главе о ходе реставрации усадьбы. Проект по ее восстановлению, самый масштабный среди подобных в Московской области. Уже воссозданы парадные въездные ворота в виде триумфальной арки. Восточный флигель запущен процесс реставрации в восточной пристройке. Окончание работ запланировано на 2026 год. В усадьбе разместятся музеи, концертные залы, выставки. Кроме того, Андрей Ковалев поделился, что в следующем году на территории усадьбы планируют построить дворец имени Корякина и Карпова, который станет точкой притяжения для всех любителей шахмат. В соревнованиях на Кубок Президента Федерации Шахмат Московской области международного гроссмейстера Сергея Корякина встретились победители первых двухлетних этапов, а в открытом Кубке Корякина сразились все желающие. Замечательно невероятный день. Во-первых, повезло с погодой. Это было очень важно, потому что все играют на свежем воздухе. Во-вторых, мы провели сразу несколько турниров. Это и Кубок Сергея Корякина, и Кубок губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, и несколько других турниров, в том числе женский супертурнир на призе Андрея Ковалева. Все получают удовольствие. Самый настоящий праздник – шахмат. Познакомиться и побороться в игре с гроссмейстерами смогли юные шахматисты во время сеансов одновременной игры. 14 юных спортсменов сразились с Сергеем Корякиным, бились до последнего и даже смогли сыграть в ничью в непростой борьбе. Я стараюсь не поддаваться. Конечно, если я вижу, что ребенок очень старается, он маленький, но уже у него очень много сил, мы иногда сводим партию в ничью. Но если я, допустим, проигрываю, значит, у меня действительно выиграли, я никогда не поддаюсь. В завершении праздника состоялась торжественная церемония закрытия турниров и награждения призеров и победителей. Новый опыт и незабываемые эмоции от игры «Встречи с кумирами» получили все участники шахматных турниров. Евгения Корытья, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.